Всем привет, друзья! Вы на канале Кухня без фанатизма. И сегодня я приготовлю ещё один очень вкусный, полезный, малокалорийный ужин для тех, кто худеет, для тех, кто следит за своим весом или для тех, кто хочет правильно и вкусно питаться. Начинаю готовить. Друзья, я беру рыбу. У меня минтай 650 грамм. Минтай я заранее почистила, помыла. Он полностью у меня подготовлен к приготовлению. Сейчас я его посолю по вкусу и поперчу. И распределяю соль и перец по всей рыбе. И подготовленную рыбу выкладываю на противень. Я застелила противень фольгой, но это не обязательно. Просто, чтобы удобнее было мыть после рыбы. Теперь я отправляю минтай в духовой разогретый шкаф до 180 градусов на 15 минут. Далее в сковороду наливаю 2,5 ложки столовые, неглубокие растительного масла. 30 грамм. И нагреваю. Дальше я беру 2 средних луковицы и мелко нарежу 250 грамм. Отправляю лук в разогретую сковороду и начинаю готовить. Я, как обычно, использую много лука. Мы лук очень любим. И лук очень полезный овощ для тех, кто следит за своей фигурой. Теперь я нарежу капусту белокочанную. У меня 600 грамм. Нарежу соломкой. И отправляю капусту к луку. Продолжаем готовить. Готовим на небольшом огне под закрытой крышкой. 200 грамм моркови натру на крупной тёрке. Капуста очень любит морковь. Поэтому, когда я готовлю капусту, всегда практически добавляю морковку. И отправляем морковку в сковороду. Подсаливаем по вкусу. Перемешиваем. И будем готовить на небольшом огне под закрытой крышкой. Практически до готовности. Почти до готовности. Друзья, во время приготовления, если есть необходимость, добавляем воды, жидкости, чтобы не подгорало. Друзья, прошло 15 минут. Рыбка готова. Вот такая вот она. Ну, она ещё, конечно, не до конца готова. Дадим минут 5 слегка остыть, чтобы можно было с ней работать. И продолжим дальше. Так, и затем мы вот так вот берём, легко убираем половинку рыбы, отделяем позвоночник. Такой способ очень выгодный. Вот так вот. Чем, допустим, отделять сырое филе? Остаётся всё равно какие-то части отхода. А вот так вот, без потерь, без отходов, легко и просто. Мясо и косты отделяются однозначно, окончательно. Отделяются легко, да. Очень классно. И таким образом... Отходят сам. Да, всю рыбу отсоединяю. И не надо потом будет в тарелке уже ковыряться с костями. Ну вот и всё. Буквально за пару минут остаются вот такие позвоночники и чистая рыба без костей. И вот таким образом подготовленную рыбу можно уже использовать и в пирогах, и какое-то блюдо готовить. Очень удобно. В соусе готовить. В общем, всё, что угодно. Теперь я беру пучок зелени. У меня укроп и петрушка. Мелко нарежу. Капуста практически готова. Добавляю зелень в капусту. Всё перемешиваю. Красота! Это уже сама по себе еда, да, Марин? Ну, естественно. Вот именно вот это. Ну, естественно. Супер! Так, и теперь сверху выкладываем рыбку. Так вот слегка придавливая её в капусту. Красота! Вот такая вот красотища. Так, далее. 300 грамм помидор у меня нарежу кольцами. Ну, помидоры, естественно, не обязательно. Зима на улице. Если есть помидоры, можно положить. Можно помидор, можно перец болгарский. Кто что хочет. Да, любые овощи. А можно вообще ничего? Можно вообще ничего, да. Можно любые овощи. И выкладываем помидорки сверху на рыбу. Друзья, теперь беру 4 яйца. Добавляю сюда молоко. Вот, 3,2% жирности, 150 миллилитров. Солю по вкусу и всё перемешиваю. Почему-то многие вот боятся использовать яйца. Друзья, яйца – это самый надёжный, доступный источник белка. Яйца просто необходимы. Белок очень необходим. Всем, кто худеет и не только, кто худеет. Без белка вообще невозможно добиться нормальной фигуры. Он нужен для строительства мышц. Поэтому яиц не надо в блюдах бояться. Значит, вот примерно нормальное потребление яиц – это для меня – это 2 яйца. Для мужа, допустим, 3 яйца. То есть я ежедневно вот слежу, чтобы 2 яйца для меня и 3 яйца для мужа в меню у нас всегда присутствовали. Яйца – это просто необходимо. Поэтому, когда вот говорят, овощи и без заливки, допустим, вкусные. Да, вкусные. Но мы же готовим, едим не для того, чтобы… Не только для того, чтобы было вкусно, но и для того, чтобы добиться нормального результата. Если организм не будет получать белка, мышцы будут дряблые, мягкие, не будет такой упругости, крепости. Поэтому яиц бояться не надо. Всё. И теперь заливаем всё, что содержится в сковороде, яично-молочной смесью. Друзья, готовится всё прям быстро, моментально, без всяких проблем. Быстро, красиво и полезно. Совершенно верно. Ещё вкусно, забыл сказать. Да, ещё и вкусно. Вот так вот немножечко капусту приоткроем чуть-чуть, чтобы яйца туда попали вниз. Мне кажется, и так попадёт. Да, я тоже думаю, и так пойдёт. Ну, всё-таки я это сделаю для страховки. Да. Марина знает всё. Продолжаем готовить под закрытой крышкой. И теперь натру на тёрке сыр. У меня сыр калорийностью 260 килокалорий. 100 грамм сыра. И посыпаем теперь сыром. Ну, как вы понимаете, сыр, это тоже необязательный ингредиент. Он тут скорее для вкуса, для, так сказать, оформления блюда. Он всё соединяет. Почему и не только. Сыр полезная штука. Ну да, полезная. Конечно. Допустим, ну, понятно, что, допустим, если сыра нет, ничего страшного. Да, делаем. А вот яйца желательно вот это заливать делать, потому что это яйца нам нужны. Для тех, кто худеет. Рыба, капуста, яйца. Да, это всё надо. Так, друзья, и теперь на небольшом огне готовим до готовности. Ну, под закрытой крышкой. До тех пор, пока яйца загустеют полностью. Расплавится. Сыр расплавится. Да, сыр. Яйца загустеют. Друзья, прошло буквально пару минут. Всё готово. Сыр расплавился. Красота прямо. Всё, посыпаю укропчиком сверху. Пару минут дам отдохнуть и буду подавать. Так, ну всё, друзья. Блюдо успокоилось, отдохнуло. Теперь будем подавать. Ох, какая вещь. Потрясающе. Посмотрите, сыр. Тянется. Да, да, да. Нет, это чудо, конечно. Да, очень, очень аппетитно. Очень потрясающе. И смотрите, никакой нету жидкости в сковороде. Да. Ничего. Просто великолепно. На этом ресторанском блюдах можно похудеть. Ибрагим уже скачет от предвкушения. Да, да. Ну классно. Очень правда, Марина. Друзья, всё готово. Вот такая вот красота получилась. Пищевая ценность этого блюда 89 килокалорий на 100 грамм. Представляете? Да я вообще не представляю. Да, просто супер. Сейчас попробуем. Смотрите, какая рыбка восхитительная. На меня? Очень. Слушай. Очень классно. Остановись. Тебе, тебе. А, ты меня хочешь? Это великолепно. Просто потрясающий ужин для тех, кто худеет. Полностью сбалансированный, отличный и на вкус просто шикарный. Марина, нет слов. Правда, реально. Не ради камеры говорю, честно. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok